Добрый день, меня зовут София Эрнст и сегодня специально для ВОК я расскажу, с чего начинается мое утро в плане красоты. Первое. Умываемся. Сначала мы себя намочим водой. Умывалка у меня Рея, она с углем, то бишь она оттягивает на себя всякие загрязнения. И еще в структуре такие есть маленькие частички и получается маленький скраб такой даже. Так, а вот когда я почти все смыла, я люблю взять вот так холодное полотенце и вот так вот остатки протереть. У меня кожа не проблемная, но очень-очень сухая. Поэтому средства все подобраны таким способом, чтобы не сушить ее еще сильнее. Тоник без спирта, сеслей, он очень вкусно пахнет. Я пользовалась им очень много лет и лучше не нашла ничего для себя. Вот тоник. На самом деле, я покажу сегодня чуть более расширенный свой способ собираться, потому что обычно у меня никогда нет времени. После этого, если мне никуда не надо спешить, я беру масло оморовица и чуть-чуть массирую лицо. Или, например, вот перед съемками я это делаю, потому что, если ты массируешь лицо, уходят сразу же отеки. Вот это вот движение, оно убирает жидкость лишнюю из организма. Вот. Вот у меня есть штука. И я так вот ей делаю чуть-чуть щеки, так вот чуть-чуть тоже глазки. Он просто холодный и приятно. Но что я массирую ей на постоянной основе, это губы. Просто вот так вот. Сразу становится, видите, пухлее. То есть, вот эту штуку я использую в основном для губ. Мне очень нравится. Так, дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас серум, конечно же. У меня вот такой PCA серум. Он для цвета лица, и он хорошо убирает пигментные пятна. Вот как раз перед летом, когда кожа, если у кого-то реагирует на солнце, то я рекомендую. Вот. Мне косметолог рассказала про мой тип кожи. Я не понимала раньше, почему мне не подходят жирные кремы. Я люблю все такое с очень легкими текстурами, чтобы быстро впитывается. Как-то она это вот мне объяснила. Что когда кожа нуждается в увлажнении, то ей лучше что-то такое с муссовыми структурами без масел. Мне нравится Институтом, вот на лето. У них очень классная текстура. Они моментально впитываются. Институтом тоже увлажняющий крем. Мне очень нравится цвет, и он такой, как мусс. Но в крем я наношу, добавляю. Поскольку лето началось, я не успела съездить на море и позагорать. Поэтому я добавляю две капли автозагара. И будет не то, чтобы, конечно, загар. Просто какой-то чуть более приятный цвет лица. У меня еще есть такое средство. Рея называется Bottle Like. Оно что делает? Оно каким-то образом, я уж не знаю, как это действует. Надо добавлять. Вот у вас, где проблемная зона, у меня вот здесь между бровками. Потому что я хмурюсь часто. И вот в эти морщины мимические надо добавлять вот это средство. И оно вроде как там заполняет или разглаживает. Именно до мышц оно вроде бы даже достает. Вообще мимические морщины очень много рассказывают о человеке. Часть нашей личности в какой-то момент становится. Поэтому, конечно, с ними надо бороться. Но без особой страсти. У меня есть средство Primer. Это Armani. У него он очень красиво мерцает. И у него защита от солнца 40 SPF. И в него я добавляю чуть-чуть капельку тонального средства. И все наношу тоже пальцами. Потому что я не очень хорошо умею пользоваться кисточками. И у меня их, собственно, очень мало. У меня есть только свой набор, который я беру на съемки. Сама макияж я наношу всегда пальцами. И видите, сразу кожа засияла. Очень хорошо подходит для съемок. Потому что там какие-то маленькие отражающие свет частички. И кожа выглядит в кадре за счет этого парфоровой. Поскольку я люблю пальцами все делать, я использую такой стик. Иногда я даже без тонального средства пользуюсь просто стиком. Когда я снимала сериал «О грима река», там была разбежка возрастная. И чтобы не делать много грима, для юного персонажа мы использовали такой способ. Мы замазывали все шероховатости, которые есть. Ну, там клали консилер под глаза. А чем старше становилась героиня, тем меньше мы закрашивали моих собственных неровностей. У меня вот такой тут мешок. Поэтому я вот под мешочек, чтобы его было не видно, кладу чуть больше средства вот прямо во впадинку. И тогда его видно чуть меньше. Брови. У меня карандаш кучи. Так, ну что, брови просто чешем и заполняем промежутки. Ну, давайте что-нибудь поживее. Вместо румян нанесу я бронзер. Ужасно, мне нравится эта пудра. Так вот так на щечки, так вот на нос чуть-чуть. О, уже мне прям нравится. Хорошо. А можно чуть-чуть подкрасить глаза. Вот мой самый любимый карандаш вот такого цвета. Жванши. Я крашусь иногда просто этим карандашом и больше ничего не делаю. Но вот им можно просто чуть-чуть подкрасить ресничный край. Делаю все не особо аккуратно, а потом разбиваю пальцем. Если вы видите на мне такие, это не очень аккуратные смоки, то скорее всего этот макияж делаю я себя сама. Лето опять-таки хочется чего-то яркого. У меня такая тушь. Бенефит, она классная, кстати. Ярко-синяя. Я люблю синюю тоже. Мне кажется, она всем подходит. И как-то она поднимает настроение. Так вот посмотришься на себя в зеркало. А там такие хулиганские синие ресницы. У меня даже есть еще синий карандаш. Можно попробовать, я не знаю. Хотя неправильно сначала тоже, потом карандаш. Я знаю. Но правило создано для того, чтобы их немножко все-таки нарушать. И, конечно, помаду. Вот это я обожаю. Во-первых, позже посмотрите, как это красиво. Помада Гуччи номер 401. Она такая прозрачная и очень хорошо увлажняет губы. Вы не поверите, но вот это все. Благодарю вас, если вы вдруг досмотрели до конца. И я желаю всем найти то, что идет именно вам. То, что делает именно вас красивее, увереннее в себе. Открытие, раскрепощеннее. Пробуйте, экспериментируйте. Узнавайте себя. Нет, мне кажется, пределов глубины этих взаимоотношений. Самим собой. Пока. Пока.